Всем привет дорогие друзья и вот наконец-то начался бета-тест игры Battlefield Mobile. Игрушка пока что доступна в некоторых странах, а именно Филиппины и там еще какая-то срана, но это совсем не важно, потому что можно ее скачать и поиграть. Ссылочка в описании будет для скачивания. Это ПК-файл, который весит там 70 мегабайт. Мы заходим и скачиваем дополнительный кэш, который весит 400 мегабайт. Очень мало, да? Но все же это альфа-тест. Все впереди. Я конечно удивлен, сейчас все расскажу. Главное меню, погнали. Также VPN не нужен. Настройки. Что здесь? Так, основные, управление, автомобили. Здесь есть получается танки, квадроциклы, настройки какие-то и также графика. Смотрите, внимание, графика стоит максимальная, просто максимальная. Также я некоторые настройки отключу, потому что когда я впервые зашел в эту игру, я офигел от качества картинки. Реально, я чуть в оморок не упал. Все мутно. Я думаю, что ж такое-то? Короче, я нажал на старт и сейчас мы будем с вами с реальными игроками воевать. Хочу сказать, что я как бы вообще ничему не удивлен. Просто обычный шутер онлайн. И все, ребята, просто вот это название Battlefield Mobile, а сам геймплей просто как обычный шутер. Таких очень много в маркете. Я просто надеюсь, что разработчики сделают что-то годное из этого названия Battlefield Mobile. Они сделают просто похоже, как и все остальные, которые есть уже на андроиде. Блин, почему так? Почему не сюжетка, а? На андроид. Почему вот это, вот это, вот это все, вот это? Бегать, стрелять надоело. Здесь мы выбираем с вами локацию, куда хотим приземлиться. Вот, допустим, я выбрал танк и давайте приземлимся. Вот я на танке. Все, поехали. Опа, я еду. Блин, вы только гляньте на это. Офигеть, чисто дуа впереди. Так, давайте стрелим. О, нифига себе. Так, погнали на танке. Сейчас, конечно же, выпрыгнем. Поставим другие настройки. Все более-менее подробно сейчас посмотрим. Так, так, так. Опа, опа, привет, 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 привет. Чуть-чуть неудобно управлять, ребята. Ну, все-таки альфа, альфа-тест. Нужно ждать, 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 когда будет же все-таки релиз. Смотрите. Все, по сути, мыльное, да? И многие скажут, что это все твой телефон. У меня, например, идет все хорошо. Да, на самом деле так и есть. Типа, если телефон очень мощный, то игра выставляет другие настройки и все нормально. Но для чего вы тогда сделали эти настройки графики в настройках? Чтобы поставить высокий, потом все идет хорошо, но графика будет мыльная, как на низких настройках. Зачем? Зачем? Вообще вот эта фигня автонастройка графики под устройство. Если я знаю, что мой телефон потянет, тогда я и поставлю высокие настройки. Если я знаю, что не потянет, я не буду ставить высокие настройки. Почему? Почему вот эта вот фигня получается мыльная? Ладно, хорошо, стреляем. Бегают наши напарники. Получается, у нас стрельба происходит так. Нажимаем сразу прицел. Можно это все отключить. Можете сделать так, что стреляете, потом нажимаете прицел. Вот такая вот перезарядка. Также имеется у нас пистолетик. Пинг вообще ужасный. А, вот смотрите. Альфа теста. Низкие настройки графики. И все равно я что-то не понял, почему они низкие-то. Неужели вот реально игра выставила такие настройки чисто под мой телефон? Это просто, ребят, вообще нечто. Я прямо вот сейчас готов с любым поспорить. Если бы этих настройок бы не было, автонастроек, и просто надо было выставлять настройки по графике, я поставил бы самые высокие и даже бы не лагало. Ну а тут, блин, я вообще не знаю. Ножик. Посмотрите на них. Подождите, подождите. Бей, бей, бей. Один раз ему бьет, и потом больше нельзя. А просто берешь, нажимаешь на ножик, он наносит удар, и все. Можно также задиться, где-то лежать можно. Сейчас покажу. Ладно, не покажу. Так, прицел. Это я уже показывал. Так, перезарядочка. Это что такое? Сейчас проверим. Это граната. Это граната. И кидаем. Улетела граната. Еще раз кидаем. Сейчас мне не важно, какое место я займу, кого я убью, либо что-то еще. Мне главное сейчас посмотреть на этот, блин, мобильный шедевр, так сказать. Ну, короче, война идет жесткая. Альфа-тест для всех прям радостный. Всех качает. Ведь это Battlefield Mobile. Чисто одно название. Говорит все за себя. И как бы рекламы даже не надо. Все уже качают, потому что знают историю Battlefield. Но, если кто-то более-менее разбирается, понимает, что это какой-то, ну, обычный шутер, ребята, на Android. Обычный шутер, где кодовое название Battlefield, и все. Так, 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 подбегаем, подбегаем. С ножа, с ножа, с ножа, с ножа. Неудобно, неудобно. Давай, давай, вон в угу. Не успел, ребята, к сожалению. Воу. Давайте так его убьем. Все, я его убил. Здесь какие-то вот даже... А, во! Коробочки можно взрывать. Отлично. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Еще. Еще. Так, не могу я и так играть на низких настройках. Это графика, рендер. Качество графики максимально. Бум-эффекты какие-то. Тени включены. Анти-алиазинг, камера-ленз. Это я все отключил. Вот, я сейчас специально для вас это все включаю. Вот, абсолютно все включаю, что возможно. Видите, как мыльно стало. Вообще мыльно. Когда я зашел в игру, у меня тоже так же было. И я офигел, когда такое увидел, что вообще прям все мыльно. Но, если отключить вот эту фигнюшку, если я не ошибаюсь, то вот она, анти вот эта фигнюшка. То у нас становится уже не мыльно, более-менее, да. Но, как видите, игра выставила под мой телефон низкие настройки графики. И это очень печально. Прям очень печально. Я так понимаю, что игра как бы распределяется под эти, под процессоры, под видеочипы. Например, вот Мали у меня, да, он выдал такие вот. Например, на Андера она выдает вообще высокие настройки. Короче, фиг пойми, посмотрим, что будет дальше. Если вы хотите скачать даже этот альфа-тест, то ссылочка в описании. Качай и тестируй на своем андроид-устройстве. Возможно, у тебя будут высокие настройки графики. Но пока что у меня низкие. И мой телефон что-то выставил низкие настройки. Печально, да? Все такие, ооо, наконец-то у него низкие настройки. Да вообще пофигу. Я-то знаю, что он не потянет высокий. Просто, блин, я ставлю же высокий, он же не ставит. Печально, ребята, очень печально. Так, статистика. Матч еще долго будет идти. Я думаю, что на этой картине мы с вами просто-напросто завершим обзор этого теста. Посмотрим, что будет дальше. Я буду следить за проектом. Возможно, даже и засниму еще следующие бета-тесты, где будет исправлена эта ошибка по графике. И я уже поиграю с нормальной графикой, а не вот с этим вот мылом на андроиде. Ладно, это все. Я всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok